Наркополицейские провели крупнейшую операцию последних лет. В результате тщательной подготовки удалось пресечь канал поступления наркотиков на территорию нашей области. В Иванове и Кохме были проведены три обыска. Оперативники изъяли 2 килограмма 400 граммов героина. Часть запрещенного вещества хранилась прямо на улице. Кроме того, на подоконнике в горшках хозяева дома выращивали коноплю. Лица, подозреваемые в организации сбыта наркотиков, задержаны. Но только героинам находка полицейских не ограничилась. Впервые на территории Ивановской области была изъята большая партия золотых и драгоценных изделий. В том числе, куда входили цепочки, часы, кулончики, серьги, персни и так далее. Общим весом 4 килограмма 700 грамм. На общую сумму приблизительно около 6 или может чуть больше 6 миллионов. Кроме того, были изъяты наличные средства. 250 тысяч рублей, более 1000 долларов США и 200 евро. Часть обнаруженных золотых изделий хранилась в тайнике. Стеклянные банки с украшениями были зарыты в землю. Что любопытно, в одних из банков были николаевские червонцы и 15-рублевые. Одна из такой монет на сегодняшний день, по оценкам нумизматов, ювелиров, стоит 11 тысяч рублей. Их там порядка 35. Наибольшее удивление наркополицейских вызвал целый арсенал гнистрельного оружия, который хозяева хранили дома. Охотничьи ружья, травматические пистолеты, патроны и даже пистолет, переделанный под боевое с глушителем. На момент обыска никаких документов на оружие предъявлено не было. Правоохранительным органам предстоит определить источники происхождения золотого запаса и выяснить, каким образом у подозреваемых преступной деятельности оказалось оружие. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.